Здравствуйте! Это видео для тех, кто смотрел первую часть видео о том, как сделать квас из бузины. Прошло время, квас состоялся у нас в подвале. Вот он, смотрите, сейчас уже я открываю крышку, откручиваю, вернее. Видите? Видите, можно назвать его действительно и шампанским, только детским, и лимонадом, ситром, и квасом, и квасом. Мы уже выпили не одну бутылку. Я решила все-таки показать вам, для чего? Для того, что это вкуснейший напиток и очень полезный. Видите? А еще очень правильно, что я сделала вот это вот расстояние, может, мне подсказал, потому что одна бутылка у нас разорвалась внизу, сделалась такая трещина, и квас выбежал. Вот видите, до сих пор я его медленно открываю. Он холодный, с подвала. Напишите, кто все-таки сделал по этому рецепту. Очень легкий рецепт, очень легко запомнит. За полом нить, на 10 литров воды, 150 грамм цвета бузины, свежего, сорванного, возле хорошего места, не возле дороги, где-то в парке. О, все. И килограмм сахара. Все. 5-6 дней постояло в воде большой кастрюли. Потом все отсыдили, хорошо отжали цветочки, просто кулачком, руками. И разлили все по бутылкам. Можно, кому интересно, посмотреть, как это действительно все происходило, как я это все делала. Подробный мастер-класс, так сказать, в предыдущем видео. Так, наливаем в стакан. Хотела показать вам, как я его буду пить, но вы и так представляете. Я думаю, что все, кто увидел вот этот даже процесс открытия бутылки самой, вы представляете, какая это вкуснятина. Насколько это натуральный продукт и насколько нам не нужно проходить мимо, мимо всего того, что нас окружает природа. Матушка Земля наша дает нам очень много, очень много полезного, очень много вкусного. Так что не нужно проходить мимо. В следующем году, если дождемся, дай Бог здоровья всем нам, то, конечно, я сделаю больше количества. У нас сейчас вот так. Очень вкусный, такой жаркий летний день. Просто отличный напиток. Можно для детей, он не содержит алкоголя. Все, будьте здоровы и до следующих видео, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!